Город с вековой историей. Один из старейших и одновременно самый молодой белорусский регион. Город Брест практически всегда первым откликается на перспективные международные инициативы, становясь пионером во многих начинаниях. Быть умным белорусским центром, почему бы и нет. Тем более, этот шаг позволит продолжить многие начатые ранее проекты. Присоединение к добровольной инициативе Евросоюза соглашения мэров по энергии и климату, направленной на сокращение выбросов парниковых газов. Многие мероприятия, реализованные коммунальными службами города. Мы промоделировали вообще те стандартные механизмы, которые используются в компоненте Симбио-Сити, посмотрели, что это из элементов может быть имплементировано в городе Бресте, и действительно были определены такие приоритеты, как водоочистка, строительство велодорожек, развитие зеленого мобильного транспорта, энергетика и биологическое разнообразие. В качестве такого пилота у нас стоит строительство парка, нацпарка, тысячелетия города Брест. Мы, конечно же, подвели наше мероприятие, в том числе и к этому событию 2019 года. Руководитель области Анатолий Лис на встрече с шведским дипломатом подчеркнул, что выработанная концепция умного города даст новый толчок к социально-экономическому развитию региона. Данное направление является перспективным. Отрадно, что пилотный проект экологического привлекательного города будет реализован именно в Брестской области, как я говорил, и в городе Бресте. Но хотел бы упомянуть, что мы также активно участвуем в реализации инициативы «Зеленая экономика». В области возводится энергоэффективное жилье, переводится на газовое топливо автомобильный транспорт, используются альтернативные источники энергии, модернизируется мусороперерабатывающий завод. Также мы рассматриваем различные проекты, это применение и замена фактически у нас на сегодняшний день на жидком топливе, котельных и котлов, имеется в виду для отопления предприятий, организаций, учреждений в социальной сфере нет. Они все переведены у нас либо на природный газ, либо на щепу, которой у нас также достаточно в Брестской области, и мы используем как и пилеты, так и щепу для производства тепловой энергии. Основой вот этого симбио-сити в городе Бресте за основу мы приняли парк Тщелетий в Юго-Западе 5. Мы хотим на основе вот этого парка, за счет бюджетных денег, мы уже сделали проект архитектурный, вот до 2019 года мы вложим туда больше 100 миллиардов, ну я говорю, в старых деньгах, и сам парк сделаем. Но чтобы этот парк интегрировать в город, то есть соединить его транспортными, вело-культурными, социальными связями с центром города, чтобы люди потянулись от центра сюда, в спальный район, чтобы мог спальные районы, вот 5 микрорайонов наших больших отдыхать там. Вот для этого и служит вот эта концепция, этот симбио-сити. Мартин Оберг отметил, что шведские эксперты готовы оказать помощь в реализации проекта. Ведь симбио-сити – разработка шведских ученых. Она была успешно опробована на местных населенных пунктах и сейчас используется в качестве экспортного товара и предназначена для создания устойчивой городской среды в любой стране мира. Особенностью программы является внедрение новейших технологий, сбережение природных ресурсов и переработку отходов. Симбио-сити – это на самом деле концепция. Это не то, что мы как-то продадим симбио-сити вам. Это симбио-сити – это концепция, где на самом деле вы выбираете те части нашего опыта, которые вам подходят. И у нас много общего, потому что климат довольно суровый. У вас, как у нас, есть тепловые сети в городах. Например, это очень энергоэффективное решение, если правильно это сделано. Так что это тоже возможность, где мы можем найти опыт, где мы можем получить соприкосновение. Подход к таким вопросам, к решениям вопросов с белорусской стороны, где они могут спокойно с этим работать, именно интегрировать разные системы, интегрировать системы транспорта, интегрировать системы ЖКХ, отопления и так далее, чтобы они вместе работают, чтобы загружение на окончательные среды было как можно меньше. Стоит отметить, что шведы уже много лет активно вкладывают в экологические проекты, не считая траты глупыми или нерентабельными. В Бресте первым пунктом программы будет модернизация очистных сооружений, которая уже началась. С 2000 года предприятие «Брестводоканал» успешно реализует международные экологические проекты к модернизации очистных сооружений города. 1 ноября 2016-го подписано контрактное соглашение между «Брестводоканалом» и генеральным подрядчиком «Чешская фирма и метростав». Сегодня разрабатывается проектно-сметная документация. Для города Бреста водочистные сооружения являются, наверное, самым проблемным. И есть периоды в течение года, когда эта проблема обостряется. Что-то уже сделано городскими властями. И мы надеемся, что реализация с помощью нашего проекта «Симбио-сити» дополнительных мероприятий позволит избавить от этой проблемы граждан. В настоящее время мы... В первую очередь стоит реконструкция очистных сооружений. Накрытие полностью механической всей очистки. Это в первую очередь для города, чтобы не было запаха. Это полностью удаление запаха. И очистка сточной воды до требований национальных норм наших. Кредиты выделены, займы есть. Дело сейчас только... Идет проектирование. И с июня месяца начинается строительство очистных сооружений и реконструкция. Мартин Оберг на встрече с руководителями коммунальных служб подчеркнул, что внедрение концепции умного города в Бресте поможет многим инициативам стать рентабельными уже через 2-3 года. Главное здесь, это не отдельные проекты или индивидуальные проекты, где есть одна идея. Это интеграция разных сфер. Например, с мусором мы получаем биогаз. С биогазом мы употребляем топливо для автобуса, чтобы снизить количество машин на дороге и так далее. Так что это на самом деле интеграция разных сфер. В умном городе все должно функционировать по-умному, а для этого необходима система. Система движения общественного и личного автотранспорта, функционирование светофоров, чтобы минимизировать выбросы в отдельных районах, где сконцентрировано наибольшее количество транспорта. Первый замминистра на семинаре-тренинге также сообщил, что создана зеленая карта Бреста, где обозначены горячие точки на территории города. Речь идет и о промышленных объектах, и о точках концентрации транспорта. Также в областном центре будет создана система велодорожек. Если обобщить все вышесказанное, Симбио-сити – это сеть решений, основной целью которой будет создание благоприятной и комфортной зоны проживания для людей. В территории города Брест и вообще Брестской области есть очень хорошая потенциальная возможность. Это и увеличение населения, это и создание каких-то дополнительных мест для проживания, то есть и плюс рабочие места. Самое главное, что мы делаем, мы делаем даже не столько ради экологии, сколько для людей, чтобы нам было куда сходить утром, куда пойти вечером. В рамках визита в город Брест чрезвычайный полномочный посол Швеции в Беларуси Мартин Оберг встретился со специалистами Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты. Состоялся конструктивный разговор с руководством свободной экономической зоны Брест, в рамках которого стороны постарались определить шаги по улучшению дальнейшего сотрудничества. А также посетил фирму Sweet Pump, специализирующуюся на продвижении на белорусский рынок новейших технологий Швеции в области водоснабжения, водоотведения и водоочистки. Иностранное предприятие Кондор, принадлежащее шведской международной холдинговой компании, также оказалось в зоне внимания дипломата. Предприятие, стабильно работающее на Брестском рынке, достаточно успешно и прибыльно. Начинали мы с малых объемов, начинали с малого оборудования, у нас была одна мешалочка, потом прирастали, прирастали потихонечку и немножко вышли на теперешний уровень. И какой сегодня уровень, какие объемы? Объемы, ну я вам скажу, что при нынешнем штате мы могли бы выпускать свыше, так вот, средняя загрузка, свыше 7000 тонн. Куда поставляете продукцию, какие рынки сбыта у вас задействованы? Ну основной рынок сбыта, это у нас, конечно, Беларусь. Есть продукты, которые выпускаются на Украину, на Россию, поставляются. Это небольшой объем, но тем не менее оно присутствует. Визит чрезвычайного и полномочного посла Швеции в Брест был достаточно насыщенным и, что немаловажно, продуктивным. Наметились точки соприкосновения по многим сферам и областям. Субтитры создавал DimaTorzok